В первый день явка избирателей по Сарову составила 30%, во второй день около 40%, в третий и последний день мы пришли на избирательный участок 16.85, чтобы узнать, как жители голосуют в последние часы, когда можно сделать свой выбор. За три дня голосования явка в Сарове составила более 53%. Это не считая электронного голосования, в котором приняли участие еще около 9% от общего числа избирателей. Часть жителей, как всегда, голосовала на дому. После обеда к тем, кто по состоянию здоровья не мог лично прийти на участки, отправились члены участковых избирательных комиссий. Члены комиссии в средствах индивидуальной защиты отправляются на дом к людям с ограниченными возможностями. Там они берут с собой опломбированный переносной ящик, который запечатывается в присутствии наблюдателей и всех желающих специальными пломбами. В этом году избирателям предстояло заполнить четыре бюллетеня, поскольку выбирали мы как представителей в областной ЗАГС собрания, так и в Государственную Думу. Результаты следующие. По выборам депутатов Законодательного собрания Нижегородской области седьмого созыва. По одномандатному округу победил действующий депутат Юрий Якимов. По единому округу у партии «Единая Россия» 48,9%. КПРФ – 19,25%. Партии «Справедливая Россия» за правду – 9,55%. ЛДПР – 7,04%. Партии «Новые люди» – 5,53%. Остальные партии не преодолели 5-процентный барьер. В Сарове партия «Единая Россия» набрала чуть менее 34% голосов. По выборам депутатов в Государственную Думу. В Госдуму «Единая Россия» набрала 49,84% голосов. КПРФ – 18,96%. «Справедливая Россия» за правду – 7,43%. ЛДПР – 7,5%. Партия «Новые люди» – 5,33%. По одномандатному избирательному округу победил Евгений Лебедев.